Всем привет, дорогие друзья! Канал Покашеварим. И чё, Новый год скоро! Не за горами, прям, во-первых, ну, с наступающим вас, безусловно. Год какой? Год свиньи наступает, правильно? И вот, и я, честно признаюсь, я родился в год свиньи, и многие мои хейтеры сейчас обязательно кинутся к клавиатуре писать, а я, а я предугадал. Ну, и начнут писать, а, заметно, что ты в год свиньи родился, заметно, дружище. Да пишите на здоровье комментарии, помогают роликам, поэтому любой комментарий приветствуется. Слушайте, я не хочу делать что-то прям вот такое серьёзное, знаю, сейчас вот новогодний стол, супер какие-то блюда. Я хочу немножко похулиганить, и сегодня приготовим с вами салат, который я назвал свинтус под брёвнами. Почему салат называется свинтус, и так более-менее понятно, почему под брёвнами, поймёте чуть позже. Вообще есть закон, что когда ты начинаешь готовить абсолютно любое блюдо, важно, из чего ты его готовишь. Продукты, из которых ты готовишь что-то, должны быть качественными. И я хочу, чтобы вы обратили внимание вот на этот небольшой, но чертовски важный знак. Это российский знак качества, это означает, что этот товар качественный, совершенно верно. Обращайте внимание на этот знак, и всё будет хорошо у вас на столе. И очень важный момент. Знак качества, который присваивает организация Роскачества, нельзя купить. То есть абсолютно не может производитель, например, Ряба или Ремит, мой уважаемый. Кстати, вот мы и с Ремитом, и с Рябой работаем. Это отличные продукты на самом деле. Они не могут прийти в Роскачество и сказать им, нате вам немножко там чего-нибудь, да, и сделайте нам этот знак. Так это не работает. И этот знак можно только заработать. Роскачество никаким образом не аффилировано ни с одним производителем продуктов. Они проводят собственные исследования в лабораториях по своим высоким стандартам. Исследования проводятся по всей стране, и ни один производитель понятия не имеет, когда их товар окажется в лаборатории. Это говорит о чём? Это говорит о том, что это классно. И для вас этот знак будет являться отличным индикатором качественного продукта. Вкусная колбаска. Ну что, давайте начнём. У нас чернослив. Заливаем просто кипяточком. А орехи грецкие, которые тоже будут в этом салате, отправим в духовку. Просто подсушиться, потому что так они будут вкуснее. Курочку мы помоем и разделаем курицу. В общем-то, я буду использовать грудки для салата. Поэтому ноги я использую для чего-нибудь другого. И в принципе мы можем положить, отваривать прям вот этот вот остов, хребет вместе с грудкой и взять потом грудку. Но у нас получится сразу клёвый бульон, например, если хотите делать супчик. Если таких планов нет, то грудку отделяем. Я решил отправить целиком курицу. Пускай будет у меня такой концентрированный бульончик. Так, параллельно уже в холодную воду закидываем яйца. Ну, штучек 5 нам на салат точно пригодится. Курицу в горячую воду, яйца в холодную. Давай 6. Вмещается в 6. Добавляем 6. И включаем воду. После закипания 9 минут и яйца будут готовы. Яйца у меня доварились, я залил их холодной водой. И курица тоже готова, смотри. И бульонец, пусть не самый наваристый, но он есть. Курицу достану и дам немножко остыть. Я сварил всё вместе и мне теперь будет гораздо проще отделять куриное мясо от костей. Давайте пока нарежем чернослив. Измельчим его для комфортного поедания. Он пропарился, стал мягкий. Курочку немножко остудил. И смотрите, да, у нас теперь нет никаких проблем, чтобы снять мясо с косточки. Оп, не совсем ещё остыло. Я советую для салатов использовать такой метод разделения. Можно, конечно, и на кубики резать. Но тут, в общем, всё по желанию. Но не зазорно, на самом деле, ещё просто немножечко так ножичком пройтись. И всё. Отлично. Можем смело уже начать формировать салатик. Я так сильно не приминаю, не надо приминать. Выкладываем куриную грудку. Салат у нас слоёный, поэтому всё чередуем. Не забываем про майонез. Немного солю куриную грудку. И майонезика слой. Раз, ушёл. И вот так вот постараемся распределить. Ну, чтобы справедливо было. Порубим яйца. А яйца рубятся вообще хаотично. Я взял пять штучек. Ну, я думаю, достаточно. Половину яиц выкладываем. А вторая половина будет использоваться для придания головы поросёнка. На каждом слое должен быть майонез. Поэтому тут я повторяться не буду. Всё должно быть равномерно в соусе. Чернослив. Чернослив тоже не избегает майонезной участи. Чуть поменьше. Орехи, которые у нас подсохли в духовке, я измельчу. Оп, ну не совсем сильно, да. Чтоб чуть-чуть всё-таки консистенция оставалась. Очень вкусный ореховый запах. Орехи обязательно подсушите. Опа. Распределяем. Теперь моя задача сделать подобие головы. Всё, как в интернете видел. Вот так вот из яиц формируем полукруг. Я, как городской житель, понятия не имею, как правильно выглядит свинья. В моём понимании, как-то вот так вот. Чё вы паникуете? Сейчас всё поймёте. Сверху делаем, назовём это штукатурка, перед финальным слоем. Разравниваем. И поверх орехов. И поверх будущей головы. Пытаясь сохранять форму всеми доступными способами. Сыр мы либо натираем на тёрке, либо вот что делаем. Мне такая форма итоговая нравится больше. Через мясорубку пропускаем. О, класс же! И теперь вот эти прикольные макарошки выложим одним слоем. Не забывая, что здесь голова поросёнка. Пятачок у нашей свинки будет из колбаски. Поросёнок должен чем-то дышать. Поэтому делаем ему ноздри. Так. О! Нормально. Ай, Виталя конструктор, блин. Вот так вот. И уши. Уши я тоже сделаю из колбасы. Нормально похулиганились сегодня, конечно. Так. Какие уши у свиньи? Фико знает. Острые, наверное. Отлично. Теперь делаем те самые брёвна. Нарезаем ветчину. Ну, либо колбасу, либо всё, что угодно. Берём слоёное, но лучше бездрожжевое тесто. Раскатываем его потоньше. И нарезаем приблизительно одинаковые полоски. И каждый брусочек вот этой ветчины с небольшим нахлёстом укутываем в тесто. Можно добавить сыра, это уже по желанию. И выкладываем для выпекания. Тесто я использовал бездрожжевое, поэтому сильно они разбухать не будут. Смажем яйцом. Я немножко ещё добавлю воды. Чуть-чуть вот так вот. Разводя же, ну, либо молока, что у вас там есть. И смажем каждую палочку. Я ещё посыплю кунжутом для красоты. Отправляем. 190, ну, 180 градусов, минут на 20. И брёвна готовые. 25 минут. И сверху я вот так вот просто выкладываю рандомно вот эту закусочку, которую все разберут со стола и могут есть салат. Вот такой вот новогодний свинтус у нас получился. Честно скажу, я не хочу его сейчас ломать, потому что он прекрасен, он здесь вот полноценен. И хочу, чтобы семья вечером села, а у нас тут такой прекрасный поросёнок под брёвнами. Слушайте, ну, это моя фантазия. Моя идея какая была, что здесь и салат, и закуска. То есть вот подаём на стол, люди разобрали себе по этой хрустященькой штучке. И потом, нормально, разложили по тарелкам уже салатик. Ну и такая вот подача. Фиг знает. Виталий поэкспериментировал. В общем, с наступающим вас Новым Годом! Делайте какую-нибудь веселуху. Пусть у вас будет хорошее настроение, в том числе благодаря вот такой вот свинюшке. Повторяйте обязательно. И не забывайте про знак качества, друзья мои. Обращайте внимание в магазинах на этот знак качества, чтобы быть уверенными в продукте. А если качественно, значит вкусно. Правильно ведь? Правильно. С наступающим Новым Годом! Всего вам вкусного! Блин, или раздербанить. Димон, я традиционно тебя угощаю в конце, но ты уж переживешь. Я тебе расскажу. Это точно вкусный салат. Там не может быть ничего невкусного. Понимаешь, там все топчик, все топчик. Я тебе могу дать бревнышко. Будешь? Буду. Конечно. Ай, отломалось.